друзья всем привет сегодня решила доснять свои детские сады показать вам остатки которые не показала в предыдущих обзорах ну и кроме детских садов тут еще конечно куча растений которые стоят на полках дойдут до них руки или нет не знаю в общем что успею то успею вот это вот первое растение с полки вот она это красула авата минор то есть красула авата мелколистная у нее листики мелкие не как у обычной аваты вот не знаю надо было достать для сравнения хотя бы вон ту варегатную чуть я не догадалась но у нее листочки мелкие и на ярком солнце при перепаде температур при хорошем освещении у нее листья все будут малиново-вишневые но так как это растение стоит у меня не на улице стоит на полке даже не на солнце вот она за лето набрало вот только такой максимальный окрас конечно дать ее условия получше она будет потемней но нет у меня места как видите конечно сейчас можно уже выставить там у меня есть еще он там свободное местечко уже наверное нет смысла потому что осталось им наверное ровно неделю стоять на улице потому что дальше у нас грядут заморозки вот так же вот в этом горшке еще вот это мелкое растение почва покровная очень симпатичная смотрите вот на вытянутое расстояние на руке как она смотрится на разрослась прям так пышно пышно это коллизия ползучая варигатная давайте поближе покажу вам структуру этих листиков тыльная сторона вся фиолетовая а внешняя сторона такая знаете как бы в крапинку что ли как точечками на милейшее растение милейшие всегда яркая без досветки яркая с досветкой яркая вот такое она красивая мне на очень нравится смотрите как смотрится вообще замечательно без белки ни одна съемка не обходится вот приперлась и все вот хоть ты ее хоть ты что с ней делай так какому горшку дальше мне подлезть вот этот горшок это детский сад из эхиверии сапсисилис сапсисилис и вот они вот сейчас сейчас покажу сейчас так поставлю белку иди ты мне солнце загораживаешь вот сапсисилис и это кстати тоже сапсисилис и розовый смотрите как они отличаются отрядом растущих растений наверное потому что им не хватает влаги хотя они не очень такие замученные лайков влага тут есть ну вот видимо может быть минеральных веществ здесь мало в этом объеме в этом грунте вот именно в этой части ну честно скажу садик этот замученный был он весной очень красивый вставлю фотку покажу вам какой этот садик был здесь уже за лето вот я понасажала черенков это граб топиталум мириная тоже такой миленький пухлячок достаточно красивый это вот тоже он просто побег пожирней вот а эти эти что-то вот с ними плоховатенько тут ну и влаги не хватает ну вот этот вот допустим вот тут есть корешки да надо сейчас после съемки будет это все посадить и полить кстати про полить я не показывала вам я заказала на алиэкспресс вот такую поливалку вот такая поливалка такая брызгалка брызгает прямо наверно он до тех кур до брызгает достаточно далеко что белочек белочка что там водичка льется белочек вот хочешь я тебе на голову налью водички белочку кстати очень удобная штука стоила она на алиэкспресс то ли 90 то ли 110 рублей в общем я покупала два предмета иди иди отсюда иди вот второй предмет вот такой пинцет я заказала большой тяжелый увесистый очень удобный и кончики у него туповатенькие чем хорошо тупые концы они не вредят растениям то есть не повреждают их допустим там лезешь какой-то листок удаляешь из-под розетки и ствол остается в норме то есть вот кончики тупые захват очень хороший очень удобный пинцет вообще прям сказочный вот эти два предмета я заказала на 210 рублей вот что-то из этого стоило 90 рублей что-то 110 что я уже не помню но несущественно неважно и такая штука очень удобно можно прямо подлезть так этот я не буду поливать какой мы можем с вами полить вот давайте котеледон польем вот так просто с любого за с любого угла можно залезть подлезть под розетку засунуть прямо туда куда не проходит лейка вообще очень удобная штука очень удобная и емкость здесь пол-литра максимальная пол-литра ну даже можно чуть побольше налить и здесь есть разграничение то есть этой штукой можно и поливать в смысле отравы поливать 100 миллилитров 200 300 500 в общем все здесь разграничено очень удобная штука так что вот у меня пополнение так про сапсисилис рассказала кстати вот мамка сапсисилис вот мамка а это дети у детей было больше за лето конечно раскупилась часть какая-то часть наросла заново был вообще чудесный этот горшочек такой миленький такие здесь были классные розочки все весной жалко мне его было тревожить куда до места нет я вот его планирую тоже пересадить квадратный в коричневый вот в такой горшок планирую пересадить в такой в девятку раз взяла этот горшок давайте расскажем про это растение это хавортия купера не гибрид а именно хавортия купера от которой пошли все купера трунката купериаптуза и т.д. и т.п. это природный то есть природный вид а вот чем мне нравится это растение во первых она окошечная хаворти то есть окошки у нее прозрачные и растет она розеткой то есть она похож на эхиверию вот эту я не помню когда покупала давно давно я покупала в каком-то торговом центре она была вытянутая как сопля просто вот я не знала приживется на не приживется ну сами знаете что вот в этих магазинах в ашанах там в леруа еще в каких-то там если встречаешь растения то они зачастую бывают очень сильно залиты но это было года два назад вот эти листья длинные это то что было наверное тогда еще вот за то время она у меня можно сказать реабилитировалась обдетилась вся вокруг и вот это вот на сетка в центре все равно с длинными листьями но я их не удаляю как бы их можно было удалить но я этого не делаю не знаю у меня есть вторая такая розетка так как дина есть вот она она смотрите ну вот это один и тот же вид просто этот вид стоял вообще на солнце он коричневая она покоричневела этот вид был больше полит и стоял немножечко под притянкой хотя вот тоже на покоричневела от солнцу но все равно на зеленый вот чем она мне нравится у нее форма розетки как у кого какой хирии то есть вот такая на розеточная частые листики много их и смотрится на розочкой вот это она не замученная изначально не замученная она мне была посажена вот с такой детки но из какой-то из одной из такого размера которые вот здесь у нее сейчас по бокам а это была замученная ну хотя вид у нее тоже сейчас неплохой но все равно мне кажется вот это поприкольней я не про цвет говорю а про форму свет конечно вот этот получше этот цвет мне больше сейчас нравится ну вот сейчас после того как солнце уйдет когда это растение пойдет на полке она точно такое же станет вот зеленая как и это окошки окошки ну вот окошки у нее прозрачные смотрите ну классная классная это растение недорогое но очень прикольно очень мило и неприхотливая вообще то есть чтобы вы с ним не делали залил перелил не долил она все вынесет следующее растение это хавортия пумила вот такая хавортия это вот на ней паутина тут мотается она стоит у меня не на улице сейчас соберусь не паутину она стоит у меня в комнате но так как окно открыто пауки все равно лезут и оплетает ее периодически паутинах я видимо вот нравится им именно раскид листьев вот здесь вот подгорел листок коричневых вот это солнце его сожгло ожог но вот это конечно к хаворти очень классные такие пупырки у нее такие толстые упругие твердые ночи классная конечно это редкий вид хавортии не часто они встречаются это не такая хавортия как как вот это это вот тоже смотрите это маргарите фера тоже у нее очень интересные листики вся на в мелкую-мелкую пупырку а вот у этой хавортии пупырки крупные полстые такие прям как бородавки висят их можно потрогать они ощущаются но вообще обалденная я конечно люблю очень хавортии но если бы я их не любил у меня их не было бы естественно и если мне дать волю я бы конечно подразвела еще побольше сортов конечно они медленно растут вот этому растению но из небольшого растения где-то наверное вот такую я детку сажала такую может чуть побольше этому растению наверное около пяти лет года четыре может быть с половиной туго растет медленно растет но ничего ничего она мне кстати пыталась погибнуть первый раз вот здесь вот это белкины зубы вот они все листья вот это зубы белки вот прям даже видно как дырка это дырка от зуба все листья были покусаны потом после этого она у меня нет наверное до этого еще она у меня попыталась загнить когда я проводила эксперименты я посадила садик из колонхой шоколадный солдат колонхой войлочный таминтоза что-то еще там какое-то было растение вот это хавортия я посадила их в землю в жирную в чернозем с перегноем чтобы посмотреть насколько как как долго будут держаться растения в этом грунте которые по своей сути достаточно неприхотливые колонхой и выдержали ничего с ними не случилось с пушистиками все было нормально были они жирные красивые а хавортия на загнила загнила я их отрубила макушку долго она болела потом эта макушка укоренилась и вот это уже макушка из того укорененного из той укорененной головы но это было наверное года два назад этот эксперимент вот после этих двух лет эта голова растет вот сейчас в таком состоянии так что у нас еще еще у нас вот этот садик следующим номером нашей программы будет вот этот садик он не садик детский садик детский сад здесь у нас и хиверия пройти in pink вот подрастает в центре так куда же его наклонить чтобы он не упал никого не задавил так держишься нет не держишься блин ну-ка белку бери морду вот и хиверия пройти in pink это верона даже сейчас вам скажу какого на числа посажено 13 марта с 13 марта не очень хорошие результаты до детка жирная но небольшая сантиметра наверно 3 представляете как медленно растут дети не тот какой-то уличный седум единственный один единственный так тут вот у нас дальше тут у нас дальше что у нас тут дальше то то наверное белка ну бери ты хвост это наверное у нас поле донис выросла это колонхоя фиченко в углу эту красу вы не помню как зовут она осталась у меня одна единственная очень интересная смотрите какая у нее структура вот это краску в продаже смотрите какие у нее листья бархатные на ярком солнце она темнеет под лампами она была прям коричневатой такого вот буроватого цвета вот как и хок наподобие цвет был недавно они были мне хорошо пролиты она позеленела но сейчас все равно вот смотрите красной краснота появляется вот на листике здесь здесь и листики бархатные такие мягкие такие замечательные так ну вот это такой небольшой садик а это вот розовенький так их и вере купит но пока они еще очень маленький чтобы их отделять может быть через пару недель выложу в продажу вот еще один садик здесь центре большая это их вере и блуберт синяя птица вот она она блуберт привыкла и блуберт вот хоть ты тресни бирты все на немецком на английском bird немецком бирт хоть горшком назови только в печь не ставь вот она красавица и бирта на или bird ей пофигу мне кажется так это вот она в центре здесь вот грабтоверия титу банс вот она а это вот их и вере пэблс я сначала думала что это пройти in pink то есть вот эти думала это розеточки нет это их и вере пэблс вот он мой пэблс я вам его показывал просто вытащила чтобы показать каким будет это растение я его вот этот конечно горшок обожаю очень красивое растение очень листики жирные загнутые цвет такой даже не знаю как этот цвет передать словами что это за цвет какие-то какой-то розово-сероватый не знаю вот детей на рожала за лето такая классная штучка стоит вообще ну прям обалденные я знаете сейчас вот чем больше занимаюсь растениями суккулентами тем больше мне нравится вот такие как можно сказать на первый взгляд неприглядные тона то есть не яркие какие-то там вот как вон там горшки а именно вот такие какие-то интересные с толстыми листьями с плод с мощным налетом вот с какой-то интересной формой те наверное уже приелись типа перфон нюрнберг хотя они конечно красотки ну вот что говорить красотки красотки все лилоцина красивая это вот раскинула голубые листья туда к самому краю большое растение вот это это кремти в этот раз по моему приедет вот сейчас уже стоит на таможне в корее посылка с растениями там будет по моему несколько кремти и вообще будет несколько таких сортов которые я дави до этого ни разу не привозила и хиверия и варе и хиверия мина вот у меня их не было ни разу или и варе это гибрид лау с мощным налетом и с остренькими листиками но красота красоты там очень много будет дай бог чтоб доехали ну и вот это я к пэблс возвращаюсь обратно пэблс там не будет у нас растут свои детки оказывается это я только вчера увидела когда снимала последнее видео думаю что там у меня еще осталось про кого рассказывать оказывается вот этот я даже не знала что они у меня есть продажи их нет как бы их можно уже выставить вот уже такие хорошенькие розеточки ну да ладно это вот верона верону вообще обожаю и это как и полидонис наверное классика но наш гибрид полидониса верона она не тянется навсегда красивая она всегда счастливая чтобы вы с ней не делали ну вот такой садик тут конечно вот задохлики надо их прям сразу полить давайте мы их с вами польем эти задохлики верхний слой грунт каменистый верхний слой просыпно просыхает моментально а так как корней у них очень мало у этих вот деток которые вот маленькие они сразу начинают вянуть потому что не успеют на 5 не успевают напитаться той влагой которая поступает вот этим попроще они уже укоренились уцепились в землю корневая система у них уже развита хорошо и они им достаются все лакомые кусочки а вот эти конечно бедолажки страдают но и пэблс давайте польем хоть на улице и опять будет сегодня плюс 5 я думаю до вечера на основную часть влаги впитает ну перестает перестать не такое она переживала я вам честно скажу не такие с ней происходили перипетия которых смотрите павлиний глаз прилетел бабочка вот сидит на откусе раскроем крылья на тебя посмотрим давай вот она ой улетела улетела летит на яркое конечно суккуленты яркие они привлекают и пчел и ос вот общий вид конечно яркий такой прямо цветной ковер и вот все насекомые однажды знаете прилетал 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 бражник это такое насекомое пузатая с крылышками и с длинным с не знаю как это назвать у него в насекомых не клюв ну короче общий вид был похож на калибри а мы с мамой пили чай я говорю мам калибри она да ладно тебе калибри горе посмотри на вот правда калибри но действительно один в один вот это насекомое похож на калибри просто удивительно это было наверное в прошлом году в этом году я не видел этого насекомого хотя я очень часто здесь торчу на этих полках осы пчелы прилетали и маленькие какие-то пчелки вот саранча кузнечики пауки но вот бражников больше не было за ягодами когда ходила в этом году тогда видела бражника там в поле ну вот здесь сюда он не прилетал посмотрите какие жирные курмы зарезать их правда прям как поросята такие бролеры сидят жирным хороший бролер они никуда хотают не кричат не кукарекают это тощие куры орут как резанные целыми днями а эти вот сели и сидят под деревом целый день будут сидеть он бедный еле ходит вот прям два шага сделал и сел от того что у него вес огромный да ну супчик из них хороший получится но не наш хороша маша но не наша так что мы тут белка еще не показывали вот этот садик один у нас тут остался да а время на сколько 22 минуты так этот садик тоже зачуханный надо его полить но я вам его показывала когда рассказывала о садиках из суккулентов это здесь алоэ black джем вот она ну белые пятна это от удобрения вот из этой из новой поливалки а это красула социалис тоже почвопокровная красула медленно но заполоняет объем горшка и так свисает причудливо с горшка симпатичная очень такая миленькая мелкая а вот это чудо я вам сейчас покажу хотела показать и покажу вот смотрите вот это красула социалис нормальная розетка разделена на четыре части вот видите два в одну два в другую то есть вот как по четыре лепестка а вот у никому меня получился я его берегу тут как зеницу ока из шести это редчайшие явление это мутация конечно но вот такое у нас получилось вот сейчас попробую зацепить другую чтобы сравнить тут большой нету не могу поднять чтобы одинаково они торчали ну чему этой 66 лепестков поднимись на солнце видите 6 а у всех остальных по 4 я думала детки у нее полезут тоже из шести но детки лезут из четырех то есть это единственная своем роде макушка единственные неповторимые вот тут дальше у нас присоседилась хавортия ритуза ритуза мне тоже нравится вид ритуз плотные такие мощные надо бы ее отсадить конечно отдельно ну ладно пусть пока тут сидит посмотрим там что у нас будет вот листики у нее удобрение тоже ки все зачуханные а так она блестящая глянцевая окошечки у нее интересные так тут у нас что тут у нас седом вот этот вчера не вспомнила и сегодня не помню как его зовут нарэ как-то нет 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 ну в общем короче не помню вот этот седом но он классный смотрите седом какой весь пушистенький форма листьев у него интересная такая вывернутая и вот он весь такой мимимишный вот он есть продажи в садике его сажать прям такой милейший ну и все а тут какая-то вот детка адромискуса вообще бедная тут мотается не знаю даже на них не растет не сидит детей вон уже на стволе на рожала просто лежит на поверхности вы представляете не знаю уже какое время может быть все лето наверно с того времени как я снимала видео про садике ну это вы представляете вот эту страсть кошмар кошмар сейчас посажу в общем хотела быстро пырнуть но быстро не получается потому что там в этом углу нет земли и вот там нет земли надо подсыпать землю и как раз посадить потом это растение сейчас я это сделаю после съемки это вот адромискус мускулатус видите как по коричневел от того что нет влаги ему прям коричневый коричневый так он зеленые пятнами а вот эти сейчас листья прям полностью вишневой стали от того что нет влаги вот такая детище так иди но не знаю все а вот еще вот еще наверное на закуску у нас будет грабтоверия гилва вот такое чудесное растение всегда яркое всегда такое в корейском стиле на ножке обалденное просто обалденное вот я думаю что она обалденная растение очень неприхотливая очень недорогое очень не капризная в общем выживет наверное даже в ядерную войну ему все пофигу но единственное без света она тянется вытягивается потом как вы даете ему свет ствол этот утолщается и макушка продолжает хорошо наращивать листья и краснеет вот такое растение давайте поближе покажу хотя бы вот так одну розеточку вот такая гилва я перед тем как заносить его на полке я его планирую подвязать здесь в центре засунуть палку и вот эти все побеги поднять к этой палке притянуть ну чтобы они все не мешали другим растениям и были вот так вот все одной кучкой вот а эту наверное срежу и укореню большую жалко конечно у нее прям такой уже свисающий вид тяжеленькая так ну и что у нас и наверное все там я вам все показывала там я тоже все показывала все я вам все показала вот с этого окна все вы представляете белка ну вот что такое вот села и все белочка моя ты белочка родная и моя единственная неповторимая вот думаю ну что вам еще показать 28 минут давайте до полчаса я догоню и покажу вам свои литопсы ну литопсы мои конечно же себя чувствуют неплохо ну и не прям класс класс потому что вот смотрите видите вот он один зацвел и цветок у него тянется в сторону света то есть света ему все равно не хватает где-то я читала что кто-то говорил да литопсом пофигу им хоть куда их поставить они не тянутся им света много не надо нет друзья литопсы без света тянутся света им надо много чем больше тем лучше я бы конечно их с удовольствием выставила бы за окно но я просто побоялась за их жизнь они мне в прошлом году зимовали на полу и зимовали лето проводили на полках на полке возле стекла потому что в позапрошлом году вот эти самые литопсы поклевала какая-то птичка то есть вот эти плодовые тельца вот этих растений они были полностью все в дырках то ли воробьи то ли еще кто в общем они их поклевали конкретно они я думаю что они прям вообще погибнут но они потом когда линять начали зимой они конечно эти клёванные шутки сбросили я их тогда к ним когда они были поклеваны я их не поливала чтобы рамки затянулись ну и вот то что получилось вот от этого от зеленого я в прошлом году собирала семена он точно так же вот цвел и у него завязались семена я его не опыляла но по ходу было окно открыто и залетела какой-то насекомое они стояли литопс у меня на полке в комнате и по ходу может быть муха даже я не знаю кто ее там кто их там опылял но завязались семенные коробочки детей я уйдите семена я собрала но сажать их так и не посадила вот белые точки это тоже удобрение я всех их удобряла всех буквально а вот этот шершавый корявый это вот такой он вылез после линьки не знаю что то там пошло не так может быть загнивание началось ну вот такой тон страшненький вылез вот у меня три литопса в этом году раздвоились смотрите вот из одного получилось два и вот тут таких три штуки это мой василий который единственный был из семян а вот этот здоровый жирный ему же пора как бы размножиться да он никак не хочет ему лет пять точно такой классный он такой толстый такая жопочкой хорошая у меня самые обычные литопсы самые простенькие ничего здесь такого прям сверх ординарного нет самые самые обычные есть литопсы у которых которые вот похож на мозги как вот этот рыжик но там вообще рисунок четкий четкий и чем четче рисунок на литопсах чем рисунок причудливее чем окрас у них ярче тем литопсы дороже по цене я свои литопсы не продаю это моя коллекция я не сеяла и для размножения для продажи можно было купить семян где-то заказать посеять но это это не в моих условиях литопсы у них они полу окошечные растения вот эти точечки которые вот мы считаем узорами это у них участки которые перерабатывают свет и участвуют процессе фотосинтеза то есть именно вот этими точками окошечками они у всех разные бывают вот видите здесь вот какие-то сплошные здесь точками именно вот эта часть в растении участвует процессе фотосинтеза вот литопс этот желтым будет цвести вот это по моему тоже желтым цвел литопсы цветут белым и желтым цветом там семечко вон от березы все сдуло как она попала за окно вернее в комнату да кошмар просто кошмар я только что об этом подумала я же их даже не выносила вот каким-то образом замело так ставим литопсы на место сейчас переверну кстати говорят что нельзя ворочать литопсы нельзя ворочать кактусы чтобы они сбросили потому что они сбросят листья сбросят там еще чего-то ничего не не сбросят и кактусом все нипочем а цветочки они сбросят вот я вспомнила ничего не не сбросят цветок этот сейчас постоит и опять вытянется в сторону света и точно также на кактусах у меня по крайней мере никогда такого не было я специально экспериментировал когда прочитала вот эту вот этот тезис где-то причем не один человек писал может быть один от другого уже научился что нельзя переворачивать потому что растение кактусы и литопсы сбрасывают цветы ничего не не сбрасывают у меня никто ничего не сбрасывал поэтому вот я руководствуюсь уже своим опытом ну все друзья всем пока пока я переговорила хотела поменьше но получилось даже больше чем планировалось всем здоровья добра радости теплой погожей осени и погоды в доме пока пока